В центре Самары прошел необычный флешмоб. Его участники призвали пешеходов быть яркими на дороге. Масштабная акция собрала порядка 80 человек, а организовали ее сотрудники ГИБДД. В том, что световозвращающие элементы не просто украшения, а залог безопасности на проезжей части, убедилась Мария Акимова. Точное движение, яркая одежда. В руках волонтеров казачьи шашки. Правда необычные, а обклеенные светоотражающими элементами. Участники масштабного флешмоба призывают. Закоробись, засветись! Полезную акцию провели по инициативе сотрудников госавтоинспекции. Они напоминают, световозвращающие элементы не украшения, а залог безопасности. В правила дорожного движения внесены изменения в части, касающиеся обязанностей пешеходов, которые предписывают в обязательном порядке всем пешеходам использовать световозвращающие элементы в темное время суток вниз населенных пунктов. Статистика неутешительная. Статистика неутешительная. С начала года в регионе зарегистрировано 879 ДТП с пешеходами. 89 человек погибли, в том числе и 4 ребенка. А ведь многих происшествий можно было избежать благодаря светоотражающим элементам. С ними пешеход может быть уверен, что водитель заметит его за 150 метров. Я вот, например, никогда не обращала внимания почему-то на эту проблему по поводу светоотражающих элементов, хотя у меня у племянников на одежде есть, они маленькие. Но у взрослых обычно нет таких элементов, и на одежде редко она присутствует только на спортивной. А по-хорошему надо бы. Надо заботиться о своей жизни, о своем здоровье. Особенно рискуют любители ночных прогулок по проезжей части, тем более в плохую погоду. Сотрудники госавтоинспекции призывают пешеходов одеваться ярче, а я, как видите, в черном. Самое время пройтись по магазинам и обновить свой гардероб. Говорят, в этом сезоне в моде изумрудно-зеленый, ярко-красный и желтый. В общем, все цвета светофора. Флешмоб собрал 80 человек. Подобные акции уже прошли в Тольятти, Сызаране и крупных поселениях региона. Мария Акимова, Сергей Павлов, Новости губернии.